Продолжение следует... Детерминатные томаты лучше подбирать детерминатные или индетерминатные? И вообще, Сергей Владимирович, я хотела бы, чтобы вы для наших радиослушателей и телезрителей пояснили, в чем разница, ну и, соответственно, все-таки ответили на этот вопрос, что предпочесть в такой действительно большой теплице королевской? Да, ну разница, конечно, между детерминатными и индетерминатными томатами большая. В чем их различие? Детерминатный томат, он ограничивает свой рост, то есть он дорастает до какой-то верхней кисти, потом он прекращает расти вверх, и огородник может не беспокоиться, что томат слишком будет высокий, то что он займет все тепличное место. Что касается индетерминатного томата, то он может расти бесконечно, пока ему позволяет погода, пока существует тепло и так далее. Какой лучше сажать? Тут же опять многое зависит от умения садовода-огородника. Чем лучше детерминатный томат? И он сам прекращает точку роста свою, и огородник может не беспокоиться, что он перерастет. Но, с другой стороны, если он вдруг его перепосынковал, или, например, погода неожиданно хорошая долго, то томат прекращает свой рост, и как бы лето заканчивается раньше, нежели чем хочет огородник. При выращивании индетерминатного томата такой угрозы нет. Даже если человек перепосынкует и обломает макушку где-то за счет пасынка, он может продлить рост томата фактически бесконечно, настолько, насколько позволяет погода. 2 метра высота теплицы, так что можно позволить. Да, да, да. Ну, тот же, допустим, спрут даже, он тоже может расти, там вообще фактически бесконечно, поскольку позволяет погода. В принципе, и любой индетерминатный томат, он, в общем-то, может расти достаточно долго, ну, просто не у всех мощность такая, какая подобная у спрута существует. Какую, что, значит, этому огороднику выбрать? Ну, я бы ему рекомендовал как? По центральному ряду теплицы. У него, насколько я запомнил, 6 метров была ширина теплицы, значит, он может томата посадить в 3 ряда. Центральный ряд и 2 по торцам. Так вот, на мой взгляд, по центральному ряду лучше пустить индетерминатные томаты, которые более высокие, которые будут использовать всю высоту теплицы. Это хорошо такие, как тот же самый спрут, как, допустим, мажор, как счастье, счастье русское. Эти сорта прекрасно подойдут для посадки по центральному ряду. А по боковым рядам лучше пустить менее высокие детерминатные растения, типа жур, кукла, кукла Маша, весна севера. Эти томаты будут хорошо расти по бокам. Им вполне хватит высоты теплицы для того, чтобы огородник получал большие урожаи. Эти томаты, они доносят, ну, до тех пор, пока будет погода позволять собирать большие урожаи. И чем хороши именно эти сорта, а это гевриды, они от нижней до верхней кисти, они не мельчают и дают очень хороший урожай. И я хотел бы еще вернуться все-таки к выращиванию рассады. То, что огородник тоже должен учитывать, чтобы не столкнуться с этой вечной бедой, когда едешь по дорогам и видишь там рассада огромная, сзади машин стоит, явно переросшая. При выращивании именно индетерминатных томатов, о чем мы говорим, огородники должны учитывать, что именно эта рассада нередко перетягивается на окне. Именно для этой рассады особенно важно, чтобы на окне хватало света. Спасибо. 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 Спасибо.